МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Новое лицо власти. Полпредпрезидент Михаил Бабич сегодня в областном правительстве представил в Рио губернатор Дмитрий Азарова. В самарских школах, больницах и детских садах сегодня начнут давать отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Фурсов. 300 лет истории под землей самарским журналистам показали деревянный фундамент крепости на Хлебной площади. В Самаре официально представили нового руководителя исполнительной власти региона. В зале собрались депутаты губернской думы, главы городов и районов, руководители управления федеральных органов власти. Указом президента России Дмитрий Азаров назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. В этом статусе ему придется работать почти год, до выборов в сентябре 2018 года. Полномочный представитель президента ПФО Михаил Бабич, который представил нового руководителя региона, отметил, что Азаров уроженец Самарской области и знаком практически каждому из присутствующих в зале. Он также обозначил задачи перед новым руководителем, основная из которых подготовка и проведение чемпионата мира по футболу. Дмитрий Игоревича для всех присутствующих в зале и для жителей Самарской области представлять особенно не нужно, потому что вся его жизнь, вся его, как принято говорить, трудовая биография, да и, собственно, все детство, он родился в Куйбышеве, связано с Самарской областью. Дмитрий Игоревич вернулся в родную область, у него есть понимание, что нужно сделать, какие сегодня вызовы стоят перед регионом, а это прежде всего подготовка к чемпионату мира по футболу, с одной стороны это большой спортивный праздник, а с другой стороны вы знаете, что колоссальный объем работы, работы органов власти, работы промышленности, работы строителей. Для меня высокая честь и колоссальная ответственность в поручении президента по работе в Самарской области. Родная земля, конечно, я думаю, накладывает двойную ответственность на меня. Мы с президентом обсуждали, что в Самарской области живут, честно трудятся энергичные, профессиональные, неродовнодушные люди, люди талантливые. Наша область богата своими и природными ресурсами, и недрами, своим колоссальным научно-техническим потенциалом, промышленностью. Ну, конечно же, главное на это же богатство, это люди, которые живут, трудятся и растят детей на территории Самарской области и связывают с ней свое будущее и будущее своих детей. Я хотел Владимиру Дмитриевичу пожелать успехов. Он человек, на самом деле, и самарцем известен. Он известен округу, округ его знает. Его знают, естественно, и в Москве, как активно в Совет Федерации. И у него все есть для того, чтобы все сделать так, чтобы через какое-то время можно было сказать, да, мы свою миссию все, каждый из нас выполнил. Спасибо вам. В самарских школах, больницах и детских садах сегодня начнут давать отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Фурсов. Речь идет только об отдельно стоящих зданиях. В учреждениях, которые находятся на первых этажах жилых домов, тепло поступит, когда подключат весь жилой фонд. Старт отопительного сезона в этом году запланирован на начало октября. Все встроенные, пристроенные помещения, которые сидят в домах МКД, на первых этажах, а таких у нас много объектов, они не будут включены, пока не объявим отопительный сезон. Мы делаем упор на отдельно стоящие здания, больницы, поликлиники, дома ребенка, дома инвалидов. Более 60 неблагоустроенных участков выявили специалисты административно-технической инспекции на территории города. Больше всего нареканий к Кировскому району. Почему за лето на пустырях ни разу не косили траву, выясняли на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Лариса Шалафаст продолжит. Там, где не ступала нога косаря, инспекторы административно-технической инспекции выявили более 60 участков, где ни разу за лето не проводился покос травы. Больше половины неблагоустроенных пустырей находятся рядом с жилыми домами. В лидерах по этому показателю Кировский район. Здесь таких участков 27. Сейчас остались объекты, вот, 66 квартала, и остались объекты в районе двухэтажек. Мы заключили контракт дополнительный на 10% от основного контракта месячника. Сейчас дальше заканчивают так, чтобы до октября нам все закончили. Также нарекания есть к промышленному, октябрьскому и советскому районам. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил разослать в каждый район письма и указать конкретные территории, где нужно в ближайшее время навести порядок. Отправляйте бумаги, чтобы они сделали до 1-го числа весь эту амброзию выкосили, там, где не закрепленки. Повторно проверить тогда, чтобы они отчет представили, что скосили, тогда пройти проверка. Ну, хотя бы это будет действенная мера. Также инспекторы ГАТИ обратили внимание районных администраций на то, что вовремя не вывозят с ветки деревьев после плановой опиловки. Сейчас в городе 27 таких участков. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Крепость с 300-летней историей. Археологические раскопки на Хледном площади продолжают приносить сюрпризы. Крепости, которую нашли 3 года назад, в Самаре откопали деревянный фундамент. Строение 18 века было оборонительным рубежом города. Пока в 1851 году его не разрушили. Когда-то там бывал Петр I, а сегодня Андрей Горгуленко. Деревянный фундамент – это все, что осталось от глиняной крепости 18 века. Тогда, по мнению историков, это был край города. И крепость защищала от недоброжелательных соседей. Ну а фундаменту удалось сохраниться благодаря тому, что выполнен он из сосны – дерево, которое не боится влаги. Крепость возвели в начале 18 века после серии крупных пожаров в Самаре. На 200 метров восточнее самых первых границ города. Длина защитной крепости была 400 метров. Строили ее из земли. Такой материал имел множество преимуществ. Шла Северная война, денег не было, ресурсов не было. И поэтому решили строить крепость земляную. Это было намного дешевле на востоке, на юге России, европейской части России. В борьбе с кочевниками такие земляные укрепления были очень хороши. Весь участок раскопок на Хлебной площади – 732 квадратных метра. Сейчас грунт вскрыт на 500 квадратах. Здесь были найдены и пушечные ядра, и нательные кресты, и монеты петровских времен. Их пока не очищают, ведь можно уничтожить то, что поможет специалистам определить точный возраст находок. По документальным источникам крепость была основана в 1703 году. И, собственно говоря, цель этих раскопок – подтверждение самого факта основания этой крепости в данный временной отрезок. Затем все предметы будут переданы в музеи, а грунт продолжат скрывать для более глубокого и точного исследования и анализа сооружений. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других событиях дня. Соединение противовоздушной обороны ЦВО было поднято по тревоге в Самарской области. Учения будут идти три дня. В них примут участие 2000 специалистов ПВО. Они будут отрабатывать различные задачи по отражению воздушной атаки противникам на критически важные объекты в нескольких регионах Поволжья. Военнослужащие проведут электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных атак противникам. Жуткое ДТП произошло в Самаре на 22-м партсиезда. Автомобиль ВАЗ буквально намотало на стол. Подчевицы выложили в сеть фото с места аварии, которая произошла в ночь на вторник 26 сентября. Удар пришелся на сторону водителя, был настолько сильным, что молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Самарские спасатели спецавтомобилем вытащили застрявшую машину рыбака. 80-летний мужчина обратился за помощью после многочасовых, безуспешных попыток самостоятельно выбраться из колеи. Он возвращался ночью с рыбалки, и его машина застряла на грунтовой дороге в Красноярском районе около села Калиновка. Используя буксировочный трос, спасатели вытащили застрявший автомобиль пенсионера на твердую дорогу. На достройку Софийского собора в Самаре направят 119 миллионов рублей. Строительство профинансируют по программе подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу 2018. Сами работы ориентировочно будут закончены в 2018 году. По крайней мере, к этому времени должен быть готов фасад храма. Кроме того, предусмотрены в бюджете расходы на реконструкцию мечети на улице Алексея Толстого. Они составят более 19 миллионов рублей. Вопросы перепланировки жилья и ИЖС будут решаться на уровне районов. Передача полномочий произошла в рамках реформы местного самоуправления. В то же время Департамент градостроительства принимает документы по ряду муниципальных услуг. Так городские власти продолжат выдавать градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов капитального строительства и разрешения на строительство. Для удобства горожан организована горячая линия по телефонам, указанным на экране. Время ее работы с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30. На сцене Уфа фестиваль «Волга театральная» набирает обороты. Жюри ежедневно отсматривает спектакли театров Привозского федерального округа. Театр из Башкирии привез необычную постановку. Как говорят сами актеры, это не драматургия, а литература. Произведение Григория Горина, философское, с юмором, они представили на суд самарского зрителя. Была на спектакле и Марианна Мирная. «Улыбайтесь, господа», написал как-то Григорий Горин. Теперь эту мысль до зрителя доносят со сцены актеры драматического театра из Уфы. На фестиваль «Волга театральная» они привезли один из своих самых любимых спектаклей. И несмотря на уверенность в своих силах, волнение перед выходом на чужую сцену зашкаливает. Только приняв этого человека, оправдав его, все его мелкое, все его великое, только тогда ты сможешь присвоить его чувства и быть искренним в них. Спектакль мы этот очень любим, потому что у нас есть возможность в течение всего действия несколько раз побывать в многих ролях, в эпизодах. Мы, в принципе, рассказываем рассказы. Это не доматургия, это литература. Простите бога ради, ну, 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 еще раз извините. Я как-то почему-то не улавливаю здесь юмора. Ну, давайте рассуждать логически, ну. Ведь у больного болела голова, не так ли? Голова! Жук! Ну, как же такая повязка-то оказалась на ноге? Слава! Слава! Вот это одно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Билетов на спектакли приезжих театров не достать искушенному самарскому зрителю по душе знакомства с новыми актерами и театрами. Комедия, во-первых, заинтересовала то, что... Ну, и сравнить выступления других актеров, не только самарского театра. Открыть для себя что-то новое. Действительно, узнаешь новое... А вдруг мы окажемся в их городе, из которого сейчас к нам приехало это вот выступление. И будем у них там уже знать. Фестиваль Волготеатральный продолжается. Завтра будет новый день и новые спектакли. Итоги конкурса подведут 30 сентября. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. 10 лет на благо города. Телеканал Самаргиз сегодня отмечает юбилей. Пролетариат это звучит модно. В Самаре прошла ярмарка вакансий рабочих профессий. На обе лопатки 12-летние спортсмены разыграли медали межрегионального турнира по греко-римской борьбе. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин